всем привет дорогие друзья другие подруги здрасте бритьё 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 сегодня будет интересно интересно благодаря тому что во первых сегодня будет тайм лес 095 габ во вторых сегодня будет мыло крем крем благодаря Дмитрию Долбанову с запахом 1893 года офигеть ну прям шоковая терапия все кто смотрел предыдущее видео там где я подводил итоги под предыдущему бритью и рассказывал про станки средней агрессивности наверняка уже знают грустную историю что на этих станках острые лезвия мне категорически противопоказано но вот именно исходя из этого сегодня будут использованы лезвия мягкой категории какие именно вы идите на крупный план смотрите все подробно а я начинаю бриться вот и закончился парни клинковый месяц переходим на гибридный вариант бритья тэшка клинок тэшка клинок есть много чего показать но начнем начнем мы пожалуй не с этого начнем с тайм леса тайм лес от алексея ярославль вот такая вот красота в этой комплектации он получается с подставкой и 095 газ судя по тому что располагается в конструкторе на сайте производители вся эта красота тянет не меньше чем на 240 бакинских вытаскиваем и смотрим коробку отдельно не буду показывать то что здесь все на уровне все хорошо ложим поролоновый и сделано все так знаете ну прям суперски то есть станок не в натяг но он фиксированный и болтаться не будет если закажете то у вас все дает целости и сохранности здесь тоже не в натяг подставка но есть две выемки чтобы удобно ее вытаскивать плюс ко всему под своим весом она здесь будет держаться ну достойно а с этой стороны ребята есть еще поролон к таким образом у вас получается что тот станок который здесь он полностью в поролоне так что нифига и мы не будем я уже привык относиться к работам от компании тайм лес как произведение искусства потому что высочайший уровень качества высочайшая степень финишной обработки ни сучка не задоринки плюс ко всему оригинальная конструкция головы и как я уже потом впоследствии у одного своих производителей такую красоту можно сделать только благодаря эрозионном электроэрозионному станку то есть внутри вот эту вот всю красоту выедает какими либо другими инструментами чисто теоретически да это можно сделать но ребята тогда это будет стоить просто космолет плюс ко всему по завершении всей этой красоты изделие еще заполировано все кроме внутренней части верхней плиты и это объяснимо потому что если еще здесь полировать это себестоимость поднимет процентов на 30-40 при всем при том вот эта полировка внутри верхней головы но она по сути никому не нужна но снаружи снаружи все как положено заполировано плюс есть радиальные вот такие вот насечки прожилки дабы как принято считать и все утверждают не залипало но я не знаю у меня на полностью ровных тоже не залипает но раз такое есть ну да хорошо но это все себестоимость ребята и ценник так что вот вот такая вот красота но не бесплатная станок традиционный трехсоставной это у нас opencomp на 0,95 гап вес станка 141 грамм вес ручки отдельно 100 грамм и 41 грамм голова ну резьба стандартная в принципе подойдет на все что вы хотите но он на традиционные головы 0,95 гапа это средней агрессивности станок я вот сейчас вот раздумья что поставить или зеленую астру или рапиру наверное все таки рапиру поставлю если вдруг мне что-то не понравится ну тогда уже перейду на зеленую астру ребят раз уж до пачки дело дошло моя с обратной стороны та которую покупал ваша не выглядит вот так сравните со своей я просто видел еще пачки которые вот с правой стороны закрашены ребята пробуйте и у меня таких ни разу не было поэтому я даже не могу сказать фейк это не фейк ну вот у меня такие я взял несколько блоков и я сейчас ими как бы маленечко обеспечен поэтому я сейчас даже и не дергаюсь на сегодняшний день насколько я знаю телевизор ваша не стоит в районе то ли 13 то ли 14 рублей но что-то вот такое дорогое смешное совершенно либо работает отлично великолепно голова не предел мечтаний для некоторых товарищев потому что здесь ушки маленечко будут выбирать видите да чуть-чуть легкий децил есть но другой стороны те кого это не смущает вполне себе могут эту информацию обратить во благо потому что используя эти ушки всегда мой можно будет легко придерживать и снимать лезвие так тыс тыс и все вот вы уже в лезвие практически пальцами держите так что тут особо каких-то затруднений нет противники же ушей основной аргумент используют свою пользу это то что при прохождении вот этими ушами можно где-то что-то там поцарапать ребят я ни разу ничего не царапал поэтому опровергнуть или подтвердить я не могу но вот раз люди говорят значит что-то такое было давайте на вылет посмотрим хотя чего тут смотреть это же тайм лес он прекрасен помазочек оставшаяся синтетика от яки будет у нас сегодня тот самый яйцевидный который новенький прислали блестящий полированный уже не только обзор прошел но уже и со стрима кому-то новому обладателю улетел этот же наверно все-таки доживет до следующего стрима и уйдет тоже чем характерен этот помазок во-первых здесь первый раз я вижу измененное лого компании яки брач он видите я зайка 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 и оси но что-то вот такое плюс ко всему форма яйцевидной никогда не было это не полировано это крашеная и крашеная очень мне даже понравилось как потому что кто-то это примет за охотничью а я вот за такую вольную форму приму потому что здесь раскраска самой ручки и цвет синтетического ворса посмотрите как сочетается добавим это наружным диаметром 21 миллиметр плюс длина ручки по высоте 45 миллиметров высота узла 50 вот такая вот у нас конструкция при весе 102 грамма красавец красавец но ворс внешне нравится по набитости ну что можно сказать за узел диаметром 21 миллиметр для 21 миллиметра нормально это не 27 не 30 как будет в работе узнаем совсем скоро мыло вернее даже не мыло а крем для бритья сегодня смогу вам показать вот такой вот неожиданный английский все благодаря дмитрию долбанова город москва это человек но можно сказать меценат канала плюс ко всему еще и гурман который вот такими всякими штучками увлекается и вот благодаря ему я смогу вам это все не показать и плюс ко всему ребята зацените мало того что название достаточно необычное на английском аппасикаре не уверен что правильно прочел аптекарь 87 но еще и запах компания уверяет что это запах 1893 года прикиньте вот сегодня вот это мы сможем с вами попробовать коробочка конечно шикарная и как и вся продукция компании ребята там оформление ну просто шо пипец люди это делают очень красиво они увлекаются не только такими вещами но что-то там еще и для бороды делают то есть они много чего делают запах очень интересно какой именно расскажу в обзоре а вот визиточку мне очень интересно вам тоже показать 203 чтобы это означало я не знаю но дядька серьезно не что это старинная фотография скорее всего добрый молодец наше время вот такую фотографию сделано все равно красиво красиво а с обратной стороны вот что в этом разбирается переводите я что-то так даже и не вижу нифига я половину букв не вижу но цифра 303 это интересно пока это прячем на записку на записку а на закуску у нас будет vitex form and fresh комфорт свежесть и комфорт свежесть мяты бальзам после бритья белорусская компания ребята прямой продажи у него стоимость 123 рубля но о чем тут говорить вот контроль первого вскрытия при всем при том давайте на все сразу скроем понюхаем а потом уже спокойно пойдем полироваться пахнет хорошо пахнет более подробно он раскроется уже в самом видео все пошли брить я с этим кремом ни разу не брился но думаю сейчас качестве пришли его нанесу быстренько ох ребята запах современным точно не назовешь если кто-то думает что это а вот там старый какой-то запах там нафталином стариками там еще чем забудьте это на самом деле запах старины но сейчас современным я его никак не могу назвать но он не плоский он неоднородный многослойный и каждый слой открывается по-своему и постепенно первый и самый очевидный это какая-то то ли помада то ли еще что-то такая не путать женской для мужиков помада для волос там вот это все тоже бывает потом потом появляется какая-то терпкость еще что-то такое интересное ну прям вот после того как я его нанес на руки и и уже после этого стал чувствовать этот запах я бы не сказал что мне нравится я бы не стал фанатеть от такого запаха но первичный вот тот который я сейчас вот прям буквально в баночке взял вот это было интересно но посмотрим как это будет брить и так все намазал компресс и путь пока на компрессе сидел вспомнил что-то из новичков спрашивал викторе зигарит а ты пришли когда наносишь перед компрессом или после перед перед конечно во первых он успеет какое-то время покушать во вторых когда вы уже с нанесенным пришивом на лице уходите на компресс при помощи того что он как правило тепленький он еще оказывает дополнительную работу но вы же не смываете и прям сейчас вот так вот прям на лицо и начнем наносить помазок синтетика от яйти ничего с ним делать не надо просто намочили лишнюю воду я вот так вот пальцами сделал и сейчас попробую с этим кремом разобраться даже мокрой рукой очень очень хорошо держу в руке чувствую его а вот с помазка это просто взрыв мозга как хорошо пахнет ребята вот к тому запаху который мне не понравился на ладонях никакого отношения пытаясь разобраться какой-то он непростой совершенно ну сильно помазок наверно загружать не буду потому что баночка у меня всегда под руками я всегда смогу если чего восполнить помазок пойдет ребята для тех кто любит что-то маленькое аккуратненькое для тех кто любит при всем притом мягкая нежная но мягкая не смысле что сопля мягкая а смысле что деликатная в работе вот так вот я бы сказал упругость да есть не выпячивается но ее вполне себе достаточно чтобы работать как кисточкой в разнос и в раскоряку пойдет зайдет будет работать шикарно ой 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 это чего это я такое сделал на лице я думаю если бы счет было клинковая на обзоре бы тут завяз бы да хотя нет чё-чё завяз но все равно вот эта шапочка снеговая на лице мне так прям нравится по кайфу реально хорошо и при всем при том не так уж и сильно мы там загружали значит если он будет на постоянке нужно выверять дозу много не брать ввиду того что он экономичный и спокойно себе работать стоимость 12 фунтов стельников за такой банк надолго должно хватить ну что рпл-ушка покажи чего могешь да ребят да все станки средней агрессивности для меня только с мягкими левыми и вот тогда истинное удовольствие и кайф можно получить от бритья потому что приходит та самая бархатная лапка которая все правильно у вас делает на лице без всякого дискомфорта вот попробовать еще лезвие средней агрессивности сюда поставить подлинная мысль в голове сидит от иванова зачем тебе надо если ты на мягких лезвиях на средних агрессивности тонкой кайф уж зачем но это надо подумать надо подумать шупер несмотря на то что густотень станок промывается нормально вроде да да хорошо вот смотрите все и промылось так я на эту половину все-таки для зеленой астрочки то оставлю не буду сейчас вот интересно как еще на том отбреет так подставку нафиг я сюда залез ну ладно ворона ой как мне нравится вот эта пена значит что напоминает когда в армейке служил там парад и все первый пост там выдавали белые перчатки вот что-то типа такого знаете беленькая такая и такая она мягонькая классная такая прям прям душевная прям мух замурчательно я бы сказал просто для мурту жур и абажур посмотрим что еще на зеленый астр будет да помазок огонь огонь работает во всех режимах но он маленький 21 миллиметр поэтому ребята кто любит вот такое это не ваш случай а кто любит интеллигентное скромненькое небольшое вот моё любимое по скольжению великолепно более чем никаких тебе добривок просто перфект так к сожалению вытаскиваю рпл буду ставить сейчас зеленую астру потому что на рпл 0.8 0.95 голова но для меня просто это панацея в принципе то же самое что и 0.9 на этом на старте сам для себя я наверное все таки еще не устаканился эту аналогию не проводил что есть собственно 0.9 на старте я понимал как она для меня взбритие я понимал что это средняя агрессивность но не знал с чем ее сравнить так чтобы вот просто взять людям сказать сказать ребят вот смотрите примерно так сейчас вот ввиду обстоятельств жизнь сложилась так что на обзор попал 0.95 гап от тайм лес и вот теперь я спокойно могу сказать на что это похоже и посмотрел маленько за ним но это уже по бордости прыгал надо было все таки пенки добавить ну что ж давайте омолодим и зеленые астры так ты заживай пока во время бритья запах такой приятный как вот помазком прошел и вот этот вот запах он после увлажнения он доминирует того запаха который на руке мне не понравился не чувствовал еще ни разу вот именно запах этого мыла прям класс хорошо есть некая схожесть с рпл но больше деликатности я бы сказал больше деликатности и вот по шороху пожалуй одно и то же но поделить по деликатности все-таки зеленая астра нам поинтереснее чуть-чуть добавлю водички так заживай кстати вот сейчас вот с мыльной рукой держится нормально форма яйца выручает зажимаешь и вот так вот таким вот макаром и все все отлично по скольжение бешеное не натянет запах шикарный и самое приятное что во время бритья не пропадает по интенсивности где-то на три с половиной по пяти больных мозг высверливать не будет но я себе напоминаю ну такой скажем так интеллигентный так сейчас мыльными беру тайм лес ввиду той насечки которая есть на ручке даже в ульных руках подскальзывает но не скользит все равно можно бриться но я бы все равно не стал бы в таком варианте я бы просто смочил руки в мокрых он вообще как перчатка геккона и и и и и и и и и На том случае, если до вас доносятся крики детей, ребята, это у нас не детей убивают, это они гуляют. У меня под окнами территория детского садика. Ох, парни, знали бы вы, как я побрился. Так, здесь противоход. Подбривок никаких не будет. Всё, компресс, ну и автошейф. А, прежде чем всё остальное, три или четыре раза я добавлял здесь воды, крема не добавлял ни разу, по факту, чем мы располагаем, вот таким вот объёмом примерно мыло, которое, ну я думаю, ещё два-три нанесения нам бы всё-таки выдало, то есть, ну экономично. Ну а фактура, фактура хорошая. Фух, хорошо, хорошо настолько, что прямой, знаете, хорошо, хорошо. Сам для себя уже примерно сделал какие-то выводы по лезвиям, по мылу, по станку. Ну всё, и теперь фреш комфорт от наших братьев белорусов. Много брать не буду, лицо мокрое, чтобы там не зафигачить всё подряд. Эй, стоять, бояться, опа. А то потом ещё замучиваешься ждать, пока он пройдёт. Обыкновенный запах, не шибко сильный. Интенсивность по пятибалльной где-то на двоечку, на два с половиной. Очень даже подойдёт людям, которые не любят сильные выпирающие запахи. После него, конечно же, можно будет использовать свой парфюм. Какой-то запах есть. Но он настолько не сильный, что я даже, в принципе, его идентифицировать не могу. Я уж не говорю про то, что хотя бы его цветовую палитру понять. Ну что-то летнее такое, да? Уходовая, ну конечно есть. По сути, ну это вот назвали что, бальзам? Малочку. Вот такой консультации. Ну, бальзам, ну хорошо, пускай будет бальзам. Сейчас вот будем ждать, насколько быстро впитается и вообще впитается ли это бальзам. Для меня бальзамы и все вот эти вот жидкие, вот эти тягучие, махом, буквально вот в одну секунду перестают существовать. Если он будет сохнуть 100-500 часов и по итогу ты будешь ходить весь не только липкий, но ещё и в испарении. Иногда под неё, знаете, из-под неё такой вот пот влазит. Это, как правило, бывает в тех продуктах, которые пережирены. То есть туда вот столько всего там набузует, что бедная морда лица уже не в состоянии всё это переварить. Она уже отторгает лишнее. Ребята, заберите, мне не надо. А ты её пихаешь, да никуда, мне куда девать, на забирай. И вот у неё вот этот вот компот на лице, вот тогда это некрасиво и получается. Ну, какой-то случай сейчас узнаем. Уже процесс впитывания начался. Посмотрим, посмотрим. Итак, с чего попроще? С чего попроще, наверное, это будет мыло. Дим, Дмитрий Долбанов, город Москва. Огромное тебе спасибо за твоё доброе сердце, за твой пытливый ум. За то, что ты в теме бритья просто купаешься и каждый раз пытаешься найти какие-то новые, неизведанные, ещё не открыты острова, пришвартоваться там и ходишь, ищешь, что-то смотришь. Вот если бы не ты, я бы вот про эту компанию английскую даже и не знал и пацанам бы не смог рассказать. А нет, оказывается, есть такие люди, которые делают не только для бритья, но ещё и для бороды, для усов, для волосов. Ну, короче, вот всё, что растёт на мужике, вот для этого вот они всё и делают. Я не знаю, на всей ли поверхности лица, но вот на голове они точно этим занимаются. То есть ребята заморочены по этой теме. И вот он, крем для бритья. Первое знакомство, которое вот я вот просто начал, это внешний вид, ребята, внешний вид нетривиальный. Оформление у них просто на пятёрку. Неброское, элегантное. Они сами себя позиционируют как под что-то, знаете, такое вот, не то чтобы олдскульное, а вот просто с традициями, вековое. Ну, сами посудите, вот цифра 1893, но это уже больше ста лет прошло. Так что да, вполне себе уместно будет здесь сказать что-то вековое. Насколько этим запахом пользовались и пользовались ли вообще больше ста лет назад, я, конечно, сказать не смогу. Но то, что этот запах нетривиальный, то, что здесь в повседневности, вот в нашей современной действительности, вы вряд ли на него вот так вот на каждом повороте нарвётесь, это уж точно, это сто процентов. Мне запах несказанно нравится. Настолько, что я за этот запах готов даже ещё дополнительный балл дать. Потому что в этом запахе много интересного. В нём что-то и от мужской косметики. Да, именно мужской, потому что, если бы это была женская косметика, по запаху я имею в виду, я бы это распознал сразу. Здесь что-то от сдержанной мужской косметики. Здесь есть какая-то пряность. Он вообще вот видится мне в таком средне-коричневом цвете. Здесь что-то и от табака, и от кожи. Хотя вот, возьми меня вот сейчас вот так вот, за язык притяни, скажи, слышь, Иванов, а где там нота табака, а где там нота кожи? Не знаю, ребят, я их здесь не видел. Но общее ощущение, вот у меня заезженное седло, на котором ты уже ни одну милю отскакал, и оно вот такое, знаешь, аж блестящее. Или доведённый ремень для клинка. Вот он аж блестящий, выведенный весь такой. Вот такое что-то. И всё это пахнет. Не иконским потом сбруи, а именно вот кожаное что-то такое вот в голову лезет. И плюс ко всему, на этом седле гонял дядька, но явно не крестьянин, и не помещик, и не зажиточный какой-то. На этом седле гоняла благородная кровь. Потому что здесь и цилиндр, здесь и манишка, и какие-то его там вот эти вот все там парфюмы, вот это вот всё, что он пользовал. Ну не в том смысле, что и зад тоже мазал, что седлу передалось. А вот нет, вот это аура, аура, вот это какая-то вот всё такая есть. Хороший запах, хороший. По работе крема, ребята, у меня претензий ноль. От слова совсем. Потому что экономичность, она заявила о себе, буквально с первых шагов. Внешний вид, второй шаг, когда я его только на лицо нанёс. Вы видели вот это вот белое облачение, белую мантию? Я просто уже офигевал. Скольжение великолепное, постскольжение тоже прекрасное. Сама структура, она где-то безе, а где-то такая, знаете, лёгкая королевская мантия по лицу. Знаете, как морок какой-то белого цвета у тебя вот так по лицу проходит. И как бы ты, где бы ты, где бы, чего бы, как бы ты не провёл, она везде, знаете, вот так подстелится под твой инструмент. Что-то интересное, что-то есть вот такое вот в этой вот штуке. 12 фунтов стеллингов вот за эту баночку. Вес я не посмотрел, к сожалению. Ну тут явно не 150 грамм. Ребята, не дёшево, не дёшево. Специально ломиться, бежать, покупать, сломя голову. Ну я не знаю, ребят. Это за 1200 вот такая банка. Ну тут, тут смотрите. Одно я знаю точно. Если кто-то вот в этой теме купается, и кому-то это интересно, взяв вот эту банку, вы надолго с ней не расстанетесь, потому что она экономичная. И уж жалеть-то точно не будете, ввиду того, что это запах. 5. Железная 5. И балл сверху. 6 баллов вот за эту банку. Дим, огромное тебе спасибо ещё раз. Если бы не ты, я бы, блин, от стольких интересных вещах не мог бы пацанам рассказать. Вот вещь, однозначная вещь. Помазок. Вот в голове сидит такое, что вот ещё какой-то децилл. Ещё вот-вот-вот человек идёт по ступенькам. Да, поднимается, поднимается, поднимается. И вот шёл, 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 шёл. И в какой-то момент вот просто его процесс замедлился, а потом пам совсем остановился. И получается вот так вот с поднятой ногой, вот как он шёл, так вот и стоит. Вот ты опусти ногу, встань на следующую ступеньку, и это будет топчик. Но не опустил, не сложилось, не поставил ногу. И вот он стоит буквально вот перед дверью вот так вот открытой. Так это, и чё, я буду топчик, не буду? Заходить, не заходить? Да зайди уже, зараза! Вот что-то вот такое есть, понимаете? Вот настолько он глянется. Он маленький, в то же самое время функциональный, полностью со всей своей работой справляется. Это не та зубочистка, которую берёшь и ковыряешь, и думаешь, да ядрит, вот три бы таких, или два хотя бы. И уже что-то было. Нет, не даст такого повода. Мягкость. Мягкость вот этих вот окончаний, она буквально просто радует. Набивка. Набивка ровно настолько, что ты работаешь и не замечаешь, что это всего лишь 21 миллиметр. Ручка. Да, она яйцеподобная. Но от собрата, который был блестящий, нет-нет. Ну что-то там подсвыркивало, что я уж не говорю про мыльные руки. А этому пофигу. Нормально, мыльные, влажные, амин, всё, хорошо. Ты, конечно, похватишься и сполоснёшь мыльную руку, она станет влажной, и тогда сцепка увеличится, но даже если ты это сделаешь минуту спустя, за эту минуту помазок не выпадет из твоей руки. Да, будет чуточку менее комфортно, но тем не менее он всё равно будет сидеть. Ну и этот шаловливый зайка, который на попе затерялся у этого помазка, это как вишенка на торт. Ну, яки шалуны, шалуны, блин. И сделали хорошую классную штуку. Вот эти вот все штуки, за исключением станка, конечно, на следующем стриме, кому будет интересно, вы сможете сами всё это взять, попробовать. Но вещь, вещь. Я с удовольствием константирую и с радостью, что все те помазки, которые прислали яки, нет ни одного, который сказал бы, да пофигу, будет, не будет, какая разница. Люди ничего не потеряют. Вот есть все такие помазки, которые можно просто сказать, да, ребята, делайте. Вот это хорошо, это здорово. Ну и станок. Алексей, огромное тебе спасибо за то, что ты дал ребятам возможность ещё раз напомнить, что в мире существует бритья прекрасное, чудесное, великолепное. Его немало, его много. Таких компаний, как Таймлес, АТТ и же с ними, там он ещё всего навалом. Я уж про Bluebird не говорю, там он вообще вот такой весь себя. Но я вот сейчас лишний раз убедился, что, к сожалению, для меня эта сказка уже закончена. Для меня это прошлое. Было время, я Таймлесом болел. Болел настолько, что просто вот хочу, не могу, там кипятком во все стороны брызгал. Вот блин, хочу, реально хочу. Так он меня очаровал. Всё это началось со знакомства на Таймлес 068 GAP, который Валерий Баглиев прислал. И долго им болел, ребята, долго-долго. Пару лет, наверное. А сейчас всё. Сейчас морок опустился, взгляд стал более трезвый, более ясный. И сейчас вот взглядом со стороны я реально оцениваю, что да, Таймлес делает великолепные станки. Хотите, это будет мягкое бритьё. Хотите, это будет средней агрессивности бритьё. Выше средней агрессивности я здесь плит не нашёл, потому что с их плитами там 068, 075, 095, они все вот в моём понимании пляшут от мягкого до среднеагрессивного. 095 самый агрессивный для меня. Ну, он 0,9 на старте ничем не переплюнул. Не агрессивнее, точно. Сегодняшнее бритьё это лишний раз подтвердило. Каждый человек, который захочет взять этот станок, может быть уверен на 100%, что он берёт 140 грамм качества. Потому что здесь всё вылизано, здесь всё выверено. Здесь всё прямо вот и резьба, и внешний вид, и все фасочки, и все насесечки, тоже сделали. И мало того, даже вот взяли вот такую вот плиту, забабашили с необычной конфигурацией. Ну понятно, что там специальное оборудование, понятно, что люди заморочились, но тем не менее они сделали то, чего до них в этих станках никто не делал. Они первые. Возможно, мы будем вторые, но до этого ещё надо жить. Но они сделали первое. И всё это красиво, и всё это чудесно. В бритье я не нашёл здесь чего-то эксклюзивного. Вот нет ничего такого, что у Аталак на 240 баксов тебе побреет. Нет, но это качественный, годный инструмент, бритьём которого вы останетесь довольны. Есть ли ещё у других станков такое бритьё? Да, есть. И ни в одном возможно. Но есть ли такое качество в других станках? Это ещё вопрос. Это ещё поискать, побегать. Поэтому Таймлес, конечно, красавцы. Они оригинальны и с совершенно лаконичной завершённостью во всём. Вот есть принцип разумной достаточности. Он у них сквозит буквально на каждом повороте. У них нет какой-то вычурности, у них нет помпизности. У них есть логическое завершение, красота. И если прямая пошла, то она логически приходит в определённую точку, и всё это красиво. Грубо говоря, вот просто взяли лишнее, подсекали. Блин, как это, да винчи. Как сделать шедевр? Скалу увидел, набежал, всё лишнее отсёк. О, нате вам шедевр. Вот здесь вот примерно то же самое сделали. Даже подставочка. Вот такую они придумали. И она хороша, чертовски хороша и красива. Молодцы, ребята. Всё, Лёша, отправляю тебе этот станок с Таймлесом ещё раз. Уже без сожаления. Прощаемся. Ну а чё? А всё? Больше не о чем вам сказать. Вроде бы за всё поговорили. Кстати, да, эта штука впиталась. Нет нифига ничего. Лёгкий-легкий какой-то налёт остался, не до конца впиталась. Бархатистость, да, есть, но всё-таки какой-то причмок есть. Ребят, в любом случае 140 рублей. 130-140. Ну, это знаете, это не специально за этим бегать. А если вы увидели, а больше нечего, то можно взять. Вполне себе, спокойно. И отпользуйтесь, и передышки пока другое что-то не найдёте. Вполне себе нормальный годный продукт. Дяде Фёдору и Денису огромное спасибо, что вот такого рода вещи подогнали. На этом разрешите с вами попрощаться. Добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Да, и вам было здоровья. И если вдруг вы вспомните, что продвижение видео на Ютубе зависит от лайков, дизлайков и комментариев, о том, соблаговолит ли в благоуважаемый Джин с кем-то поделиться этим видео. Ребята, так я только счастливый буду. Ну, а не вспомните. Ну, чё. Ну, может в другой раз. А если вдруг вспомните, да ищи все-все-все те тысячи, которые смотрят. Ребята, посчитайте, что будет. Мы так полыхнем, что у нас все Россия через месяц будет знать, что есть Т-образные станки, есть влажное бритье. А это здорово. Ну, всё. Пока-пока. С вами был я Вадим. Отписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok